До своего финального воплощения любая локация переживает десятки правок, а иногда и вовсе переделывается с нуля. И сегодня мы поговорим о том, какими инструментами пользуется профессиональный левел-дизайнер, а также о том, как устроен процесс создания уровня. У микрофона Александр Рыбаков, написал ролик Юрий Кулагин, а смонтировала Дарья Кравчук. Начнем с инструментов левел-дизайнера. Большинство уровней начинается с прототипа, нарисованного на бумаге, а многие локации так и вовсе не переживают этот этап. Такие наброски встречаются в артбуках, дневниках разработчиков, а также блогах, посвященных разработке видеоигр. Это разветвленная цепочка блоков, стрелочек и бесконечных уточнений, которая скорее призвана отобразить не карту планируемого уровня, а скорее схему взаимодействия игрока с ним. Следующим инструментом пользуются не все, но именно он отличает опытного левел-дизайнера. Вместе с гейм-дизайнерами создатель локации формирует метрики, правила, шаблоны, своеобразные линейки, которые позволяют проектировать уровень не на глаз, а по заранее определенным параметрам. Метрики — это всегда фиксированные величины. Они определяют все, что угодно. Например, ширину оврага, преодолеваемую прыжком, высоту укрытий или дальность полета пули из конкретного оружия. Габариты элементов окружения тоже сверяют с метриками, иначе собачья конура на уровне нечаянно может оказаться размером с дом. Определив метрики, левел-дизайнер собирает блок-ауты, то есть трехмерные макеты уровня. Их всего два типа. Дизайнер-блокаут, или грей-бокс, это макет, который используют для проверки геймплея. В нем есть только то, что непосредственно влияет на игровой процесс. Серые кубы, сферы, цилиндры и плоскости схематично отображают будущую локацию, хотя и создаются с учетом всех пропорций и масштабов. Не важно, насколько красиво нарисована яма с кульями. Главное, чтобы игрок точно смог через нее перепрыгнуть. В грей-боксе тестируют механики, например, можно ли здесь забраться или спрятаться. Изучают, как ощущается геймплей и сложность, и если что-то не работает, проблемный элемент выкидывают или переделывают. Пережив все оправки по механикам, прототип обрастает деталями и превращается в арт-блокаут, он же whitebox. Именно в нем художники прорабатывают визуальную часть уровня, то есть накладывают на серый эскиз цвет, а также полноценные модели вместо фигур. В создании локации все начинается с планирования. На этом этапе вся команда разработчиков решает, какое место конкретная локация займет в финальной игре. И если у левел-дизайнера возникает собственная идея касательно сценария или геймдизайна, то их обсуждают именно на этом этапе. После чего нужно продумать напряженность уровня и его структуру. Напряженность событий регулирует накал эмоций на каждом этапе прохождения, поскольку на уровне нужны слабые доли, чтобы игрок мог отдохнуть после сложного этапа, а также сильные, чтобы он не заскучал. На каждый участок уровня мы добавляем что-то, что сказывается на общих ощущениях от игры. Например, все окружение в одной локации может намеренно быть скругленным, будто текущим, и игроку в этом месте будет комфортно. Он почувствует, что может спокойно исследовать локацию, не рискуя быть убитым. А следующий участок наоборот, напичкан противниками, а повсюду валяется разбитая мебель. Играть с подобными контрастами и учитывать эмоциональное состояние игрока во время прохождения уровня — это для меня бесценно. Вообще, основных типов уровня — три. В линейном все ответвления локаций возвращают героя на основные рельсы. Например, как было в Call of Duty Modern Warfare. В кластерном — цепочка центральных хабов, от каждого из которых отходит несколько дополнительных путей. Например, так было в Resident Evil 2. И паутина — соединение множества кластерных уровней, по которым игрок может свободно перемещаться и проходить уровень нелинейно. Например, так было в Watch Dogs 2. Следующим этапом создания локации будет работа с бумагой. Когда и концепция, и структура, и напряженность готовы, левел-дизайнер воплощает все задумки на бумаге. Он создает эскиз локации и обозначает на нем основные этапы игрового процесса, при этом расставив ключевые задачи игрока. А затем он прописывает все это в технической документации. Техническая документация поможет описать все компоненты будущего игрового окружения и прикинуть, сколько времени понадобится на их производство. Таким образом, под занавес первого этапа мы получаем четкое видение уровня и ответы на самые главные вопросы — как он будет выглядеть, играться и что нам понадобится для его сборки. Далее следует создание играбельного прототипа. Это тот самый серый блок-аут. Благодаря Greybox левел-дизайнер может впервые увидеть локацию своими глазами. Бесцветные, недетализированные геометрические формы позволяют быстро менять структуру уровня, убирать и добавлять огромные куски локации, и даже стирать все почистую и начинать заново. Иногда на этом этапе не все геймплейные механики готовы к использованию, а поэтому дизайнеру приходится внедрять их постепенно, чтобы адаптировать уровень под меняющиеся условия разработки. На этом этапе левел-дизайнер пользуется заготовленными метриками. С ними проще соблюсти пропорции и масштаб уровня, а также проследить, чтобы персонаж мог залезть на все нужные уступы и не бился головой о слишком низкие потолки. И, кстати, на одну простую комнату блокаута может потребоваться несколько десятков метрик. Несоблюдение метрик может испортить игроку все удовольствие от прохождения, особенно когда макушка главного героя будет предательски торчать из-за очередного стола во время перестрелки. После того, как левел-дизайнер определился с размерами уровня и задал правильный масштаб, нужно как можно скорее сделать его играбельным. Для этого потребуется настроить весь необходимый функционал, точки появления персонажей, триггеры скриптовых событий, среда для искусственного интеллекта и так далее. Далее идет тестирование геймплея. Во время игровых сессий дизайнер наблюдает за тестировщиками и собирает отзывы, чтобы выявить самые раздражающие факторы. И новые итерации уровня тестируют до тех пор, пока не устранят критичные проблемы. На этом этапе движок игры уже достаточно стабилен и можно рассчитать, например, работу камеры. Особенно это важно в играх от третьего лица. Левел-дизайнеры следят, чтобы и стены, и небольшие предметы не загораживали игроку обзор, а сама камера не упиралась в границы локации. Или наоборот, чтобы камера вообще во все упиралась, заставляя игрока почувствовать клаустрофобию. Например, в той же Dark Souls регулярно встречаются узкие тоннели и катакомбы, которые давят на игрока. К тому же, чем меньше вокруг персонажа пустого пространства, тем сложнее маневрировать. И в таких местах камера превращается в еще один невидимый элемент левел-дизайна. Для левел-дизайнера также важны ограничения игрового движка. Иногда фантазия создателя локации превосходит возможности технологии, которая эту локацию отрисовывает. И в такие моменты дизайнеры уровней вместе с программистами стараются хитрить. Самая известная уловка — это прием бутылочного горлышка или Occlusion Culling. Игроки сталкиваются с такими элементами уровня регулярно, и если горлышки сделаны хорошо, то почти не замечают их. Лифты из Mass Effect, тесные улочки в The Last of Us, любой узкий лаз из новой Tomb Raider. Все эти места нужны, чтобы замедлить прохождение самого игрока, потому что движку тоже нужно время, чтобы данные выгрузить и подгрузить новые. К тому же Occlusion Culling — это отечение всего того, что камера не видит, срабатывает в таких пространствах еще быстрее и шустрее. Мы можем руками, скриптами отрезать целые чанки локаций игрока, который уже прошел. И самый интересный пример, наверное, это Чарта 2 и уровень с поездом, потому что когда игрок открывает большую массивную дверь, меняется ракурс камеры, фоном в этот момент подменивается весь бэкграунд локации. То есть это вполне себе бутылочное горлышко, и оно таким образом может быть применено. И итогом этого этапа разработки становится план-схема. Когда она утверждена, планировка локации останавливается, за исключением особых случаев. И с этого момента прототип уже не меняют, а только лишь шлифуют. Следующим этапом будет создание White Box. Когда первоначальный блок-аут уже отслужил свое, левел дизайнера переходит к созданию прототипа геометрии. К работе над уровнем подключаются художники по окружению и концепт художники. От них на этом этапе зависит больше, чем от самого левел дизайнера, ведь теперь, когда планировку локации утвердили, дело за визуальной проработкой. Из временных моделей на основе геймплейного прототипа собирается белый уровень. Художник по окружению должен постараться не только оставить геймплей прототипа неизменным, но и использовать любые художественные средства для улучшения навигации по уровню. Освещение, композиция, контраст и так далее. Интересный пример разницы между всеми видами блок-аутов можно подсмотреть в Uncharted 4 A Thief's End. Погоня из эпизода Hidden in Plain Sight наглядно демонстрирует разницу между этапами разработки уровня. От геймплейного прототипа, собранного левел дизайнером, к прототипу геометрии локации, нарисованного художником, и, наконец, до финальной версии уровня. Иногда после прорисовки окружения локация перестает быть играбельной. К примеру, тумбочка заградит обзор, а временная грубая модель дерева перекрывает выход с уровня. В таком случае уровень снова переходит в руки левел дизайнера. Теперь ему нужно еще раз проверить, правильно ли работают механики, везде ли может пройти игрок, и видит ли он при этом все, что нужно. И вот тут снова пригодятся метрики. Так что после того, как белый блок-аут подтвердит, что все работает как задумано, на руках у левел дизайнера окажется почти готовый уровень, собранный из временных моделей и текстур. Последним этапом будет создание финальной версии уровня. Это самый ответственный этап для левел дизайнера. Ведь в его распоряжение попадает результат работы всей команды разработчиков. И именно ему предстоит собрать из всего созданного контента цельную локацию. Так что тумбочки становятся похожими на тумбочки, на них ставят вазы, а сквозь кроны деревьев пробивается солнечный свет. После того, как весь финальный контент попадает в игру, необходимо сразу же произвести его заморозку. С этого момента наполнять уровни новым содержанием строго запрещается, так как все силы бросаются на оптимизацию производительности. Настраивается дистанция прорисовки геометрии уровня, меняется качество отображения моделей персонажей, спецэффектов, теней, удаляются неиспользованные ассеты и так далее. Наконец, разработка уровня заканчивается активным тестированием финальной версии и исправлением найденных ошибок. На этом производственный цикл можно считать завершенным. На протяжении разработки игра может сильно меняться, как в технологических аспектах, так и в геймплейах. Зачастую какие-то этапы создания игры обгоняют другие или наоборот отстают от них. Поэтому левел-дизайнер должен быть готов в любой момент вносить правки и исправлять ошибки. Лучше всего это делать еще на этапе серого блокаута, поскольку бесцветные примитивные формы довольно просто передвинуть, изменить или и вовсе убрать. А вот правки на поздних стадиях разработки уже куда сложнее и дороже. Иногда из-за простого изменения маршрута необходимо будет создавать новые модели или записывать новые реплики. Поэтому ценятся левел-дизайнеры, способные как можно раньше найти на уровне проблемное место и либо починить его, либо вообще удалить. Например, к началу разработки Uncharted 4 у команды разработчиков накопилось множество идей. Самой заманчивой была механика крюка кошки. Она должна была освежить процесс перемещения с помощью интерактивности в окружении. По изначальной задумке главный герой должен был преодолевать ущелье с помощью трех отдельных действий. Достать веревку, раскрутить ее и забросить на конкретный уступ. В меру сложно, в меру интересно. Механика выглядела отлично, но только лишь на бумаге. На практике же левел-дизайнер Эмилия Шац уже на этапе серого блокаута обнаружила, что процесс получился слишком громоздким и только лишь замедляет прохождение. Поскольку рано или поздно это просто выбесит игрока. В итоге геймдиректор Uncharted 4 Брюс Стрейли принял решение упростить механику. Ведь теперь для использования крюка достаточно нажать на одну кнопку. Есть куча идей, которые работают на бумаге или когда вы говорите о них за обедом. Было бы здорово, если бы. Но когда вы пытаетесь проверить их в игре, они быстро разваливаются. А вот другой пример того, как проблемный элемент локации обнаруживается в почти готовой версии уровня. Во Frozen Flame серые скалы в центре локации это так называемый поздний блокаут. Сделаны уже после того художественного оформления уровня. Это почти костыль, который лечит конкретные проблемы конкретной локации. Сама локация была сделана, так скажем, на красоту. То есть визуально она подсобрана, а вот никакой интересной структуры в нее заложено не было. Получилась такая большая плоская равнина со сломанным масштабом. Сами равнины истории не рассказываются. Они не формируют геймплей, на них сложно построить зонирование и подарить игроку разные эмоции. Поэтому был применен поздний блокаут. Это такие большие серые коробки, которые мы потом превратим в горы и скалы. Но именно они формируют локацию, именно они формируют геймплей, нарезав ее на зоны разной сложности и разной структуры. Чтобы добавить всего несколько скал, пришлось переделывать маршруты персонажей, создавать модели и текстуры камней. Но решение оправдало себя. Из-за перепада высоты и перекрытой линии горизонта, на локации сформировались конкретные игровые зоны. Новый элемент уровня сделал лес более выраженным, добавил вокруг себя несколько ущельей, и плоская равнина заиграла новыми красками. В подобные миры игроку хочется отправиться и ощутить себя первооткрывателем. Например, за скалами видны огромные колонны и арки. В первоначальной версии уровня игрок бы просто пошел к ним напрямую, не исследуя локацию. А в новой версии ему придется тщательно выбирать свой путь и, следовательно, формировать свое собственное приключение. Для ролика мы использовали информацию из блога Михаила Казикова и взяли комментарии у Дениса Куандыкова. Оба будут преподавать на курсе по левел-дизайну OutBlog, и все подробности о курсе, а также ссылки на наш паблик будут в описании. Кстати, в паблике каждый день выходят уникальные статьи по геймдеву, кино и будет еще больше. С вами были Александр Рыбаков, Юрий Кулагин, Дарья Кравчук, Денис Куандыков и Алексей Луцай. Короче, очень много людей. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok